Хаким ибн Хизам Истинно, в Мекке есть четыре человека, которых я слишком уважаю, чтобы считать их язычниками. Я очень хочу, чтобы они приняли ислам. Одним из них является Хаким ибн Хизам. Мухаммад, посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям. Известно ли тебе, услушатель, что-нибудь об этом сподвижнике посланника Аллаха, алейхиссалатуассалям? Исторически подтверждено, что это единственный человек, родившийся в стенах Великой Каабы. История его рождения такова. Как-то его мать с группой сверстниц вошла внутрь Каабы, чтобы лучше рассмотреть её. Она в тот день как раз была открыта в связи с какими-то событиями. Находясь в Каабе, беременная женщина почувствовала, что у неё внезапно начались предродовые схватки, и она уже не смогла покинуть стены святилища. Её положили на кожаную подстилку, где она и родила своего младенца. Этим ребёнком и был Аким ибн Хизам ибн Хувайлит, сын брата матери правоверных, госпожи Хадиджи бен Хувайлит. Аким ибн Хизам вырос в семье, принадлежавшей к старому и знатному роду, занимавшей высокое положение и владевшей большими богатствами. Наряду с этим, Аким был умным, рассудительным и честным человеком, что побудило его соотечественников сделать Хакима своим руководителем и ответственным за оказание помощи нуждающимся и попавшим в беду паломникам. Он из своих собственных средств снабжал одиноких и отставших паломников в Священный Дом Аллаха в эпоху Джахилии. Хаким был близким другом посланника Аллаха, алей-иссаляту ассалям, ещё до того, как он начал выполнять пророческую миссию. Несмотря на то, что Хаким был старше благородного пророка, алей-иссаляту ассалям, на пять лет, он очень любил общаться с ним, поддерживал самые добрые и дружеские отношения с ним, охотно повсюду сопровождал его и проводил с ним своё свободное время. Посланник Аллаха, саллиллаху алей-иссалям, отвечал Хакиму взаимностью, любовью на любовь и дружбой на дружбу. Когда они стали родственниками, их дружба ещё больше окрепла. Это произошло, когда пророк, алей-иссаляту ассалям, женился на тёте Хакима Хадидже бинт Кувайлит. После всего этого, услушатель, что мы рассказали тебе о теснейших отношениях Хакима с посланником Аллаха, алей-иссаляту ассалям, ты, вероятно, очень удивишься, узнав, что Хаким принял исламскую веру лишь только в день покорения Мекки, когда прошло уже более 20 лет с тех пор, как началась миссия пророчества. Разумно было бы предположить, что такой человек, как Хаким ибн Хизам, которого Аллах наградил рассудительностью и такой тесной связью с пророком, алей-иссаляту ассалям, должен был бы стать первым из уверовавших в посланника Аллаха, алей-иссаляту ассалям, его миссию и вставших на путь истинного наставления. Но на всё есть воля Аллаха и его предопределение. Происходит только то, что угодно Аллаху. Подобно тому, как мы удивляемся такому позднему переходу Хакима ибн Хизама в ислам, точно так же он сам удивился этому. Приняв ислам и вкусив сладость веры, Хаким ощутил острое чувство раскаяния за каждое мгновение своей прежней жизни, когда он был язычником, неверующим в Аллаха и клевещущим на его пророка. Увидев Хакима плачущим после того, как он принял исламскую веру, его сын спросил, «Что тебя так расстраивает, отец?» «Абсолютно всё в моей прошлой жизни расстраивает меня», — ответил Хаким. «Во-первых, это моё позднее принятие исламы, из-за чего я отстал в праведных делах, в то время как многие опередили меня в этом. Даже если я и потрачу всё золото земли, то и тогда не верну упущенного. Во-вторых, Аллах спас меня в битвах при Бадре и Ухуде. Я сказал тогда самому себе, «Больше я не буду помогать курайшитам в их борьбе с посланниками Аллаха, и никогда не выйду из Мекки». Но тут же меня силой заставили помогать курайшитам. В-третьих, всякий раз устремляясь к исламу, я оглядывался на пожилых и почтенных курайшитов, которые строго придерживались обычаев эпохи Джахилии. Мне приходилось руководствоваться их примером и подражать им. Ой, если бы я не сделал этого! Нас погубилось слепое подражание нашим отцам и руководителям. Как же мне не расстраиваться, сынок! Подобно тому, как мы удивились позднему переходу Хакима ибн-Хизама в ислам, и как он сам изумился этому, точно так же сам пророк, алейиссаляту ассалям, удивился человеку, обладавшему умом и сообразительностью, которые сочетались в личности Хакима, что он не принял ислам. Хотя пророк, алейиссаляту ассалям, и желал этого ему и подобным ему людям, чтобы они были в числе первых, обратившихся в религию Аллаха. В ночь, предшествовавшую покорению Мекки, посланник Аллаха, саллиллаху алейиссалям, сказал своим сподвижникам, «Истинно, в Мекке есть четыре человека, которых я слишком уважаю, чтобы считать их язычниками. Я очень хочу, чтобы они приняли ислам». «А кто эти люди у посланника Аллаха?» Он ответил, «Это Аттаб ибн Ассайд, Джубайр ибн Мутам, Хаким ибн Хизам, Исухайл ибн Амар. Аллаху принадлежит заслуга в том, что все они стали мусульманами». Вступив покорителем в Мекку, посланник Аллаха, саллиллаху алейиссалям, непременно хотел благородно обойтись с Хакимом ибн Хизамом. Потому он повелел своему глашату и провозгласить следующее. «Кто засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха Единого, у которого нется товарища, и что Мухаммад – раб его и посланник его, тот в безопасности. Кто будет на территории Каабы и сложит оружие, тот в безопасности. Кто укроется в домах с закрытой дверью, тот в безопасности. Кто укроется в доме Абу-Суфьяна, тот в безопасности. Кто укроется в доме Хакима ибн Хизама, тот в безопасности». Дом Хакима ибн Хизама располагался в нижней части Мекки, а дом Абу-Суфьяна – в ее верхней части. Принятый Хакимом ибн Хизамом ислам целиком овладел им, а его вера вошла в кровь и сердце. Хаким поклялся сам себе, что он искупит все свои языческие убеждения и неверные действия во время джахилии, а также многократно возместит все расходы, связанные с борьбой против посланника Аллаха, алей-иссаляту ассалям. Он с честью выполнил данную им самому себе клятву. Хакиму принадлежал, например, старинный дом для проведения собраний, представлявший большую историческую ценность. В этом доме, в эпоху джахилии, курайшиты проводили свои встречи и собрания. Здесь собирались также их правители и старейшины для ведения заговорщической деятельности против посланника Аллаха, саллиллаху алей-иссалям. Хаким ибн Хизам хотел покончить со всем этим, как будто он стремился опустить завесу забвения над всем ужасным и мрачным прошлым. Когда Хаким продал этот дом за сто тысяч дирхемов, кто-то из молодых курайшитов заметил ему. «Дядя, ты продал историческую гордость курайшитов?» Хаким ответил ему. «Ничего подобного, сынок. Взамен всех исторических гордостей осталась только праведность. Я продал этот дом, чтобы на вырученные деньги приобрести себе дом в раю. Я свидетельствую перед вами, что все эти деньги я израсходую во имя Всевышнего и Всемогущего Аллаха». После перехода в исламскую веру Хаким ибн Хизам совершил паломничество. Он привел с собой сто верблюдец, украшенных богатыми покрывалами, которых принес в жертву, стремясь приблизиться к Аллаху. Во время другого паломничества он поднялся на гору Арафат вместе с сотней своих рабов. На шее каждого из них было серебряное кольцо, на котором было выгравировано, освобожденное Хакимом ибн Хизамом во имя Всевышнего и Всемогущего Аллаха. Затем он сделал их всех свободными людьми. Совершая следующее паломничество, он привел с собой тысячу, да, именно тысячу барашков и в мине принес их всех в жертву, накормив этим мясом бедных мусульман, стремясь тем самым приблизиться к Всевышнему и Всемогущему Аллаху. После похода на Хунайн, Хаким ибн Хизам попросил у посланника Аллаха алейиссаляту ассалям своей доли трофеев и получил ее. После этого он попросил еще, и пророк алейиссаляту ассалям опять наградил его. В итоге его доля составила сто верблюдов. А Хаким тогда был мусульманином недолгое время. Посланник Аллаха алейиссаляту ассалям сказал ему, «Послушай, Хаким, все это имущество – желанный дар для каждого человека. Тот, кто принимает это без корысти в душе, получит благословение, а тот, кто берет это с корыстью, не получит благословение. Он уподобится тому, кто все время ест, но не может насытиться. Известно, что рука дающая – лучше берущей». Услышав такие слова от посланника Аллаха алейиссаляту ассалям, Хаким ибн Хизам воскликнул, «О посланник Аллаха, клянусь тем, кто послал тебя с истинной миссией, после тебя я ни у кого и ничего не попрошу. Я также ни у кого ничего не возьму до самой смерти». Хаким выполнил и эту клятву самым достойным образом. В эпоху Абу-Бакра правдивейший много раз приглашал его получать причитающиеся ему имущества и деньги из мусульманской казны. Однако Хаким отказывался от всего. Когда халифом стал Аль-Фарук, он также неоднократно приглашал Хакима получить свою долю, но он также отказался взять что-нибудь. Однажды Умар встал перед людьми и сказал, «Свидетельствую перед вами, о мусульмане, что я постоянно зову Хакима взять свою долю, но он всегда отказывается». Так до самой своей смерти Хаким ни у кого ничего не взял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова